МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аул Хурзук – один из самых старинных населенных пунктов Карачаева-Черкесии. Он расположен в живописном месте, практически у основания главного Кавказского хребта. Однако главное достоинство этого аула, по мнению археологов и этнографов, совсем в другом. Сегодняшний Хурзук изобилует прекрасно сохранившимися древними сооружениями. На первый взгляд, проезжий путник вряд ли обратит внимание на старые развалины и хозяйственные постройки на участках местных жителей. Однако такие объекты, по мнению специалистов, имеют огромное историческое и археологическое значение. Их исследование стало целью визита в республику группы ученых из Чехии. По приглашению Карачаева-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева, в течение двух недель в аулах Хурзук и Учкулан работали чешские специалисты, для которых наличие в горном ауле подобного типа древних построек стало настоящим открытием. По словам декана факультета Западно-Чешского университета Павла Варака, в Европе доселе считалось, что такие деревянные постройки не могут быть старше 100 лет. Однако наблюдения в Карачаево-Черкесии напрочь опровергли подобную гипотезу. Домневаемся, что здесь, в Карачаевску, в тех-то удольях, находятся одни из старших срубленных домов в Европе. Существует специальная литература, с которой мы ознакомились уже в прошлом году, когда мы здесь были и навязали контакты с Карачаево-Черкесским университетом. Нас пригласил сюда ректор Карачаево-Черкесского университета, и наше сотрудничество касается, включает археологию и этнографию. А почему вам именно старинные такие дома интересны? Из какого века, по какой вы здесь обнаружили объекты? Потому что в Европе до недавнего се вързило, что тревянные лесницкие доми се не заховеют длого, максимально тсо лет. В Европе полагают, что тревянные строения не заховеют длого, максимально тсо лет. На лесницах? В деревнях. А на самом деле ваше... А указало се в землях, как и Норско, Швейцарско, небо Южно-Немецко, что могут существовать на лесницах тревянные доми со стредовека. Но оказывается, по опыту Швейцарии, Германии, Норвегии, что в деревнях существуют строения рубленые на протяжении нескольких сотен лет. В аулах Хурзук и Учкулан такие постройки, которым более 200-300 лет, есть практически в каждом дворе. Вот эта старинная постройка на берегу горной речки с одноимённым названием Хурзук с видом на белоснежные склоны Эльбруса около трёх веков назад представляла собой не что иное, как самую настоящую водяную мельницу. Она досталась в наследство моему отцу от его прадеда, говорит хозяин дома Султан Бегеулов. В день нашего визита семейство праздновало день рождения самого младшего члена семьи, которому исполнился годик. Султан Бегеулов, согласно обычаям, намерен в будущем именно ему, младшему сыну, оставить домовладение вместе с мельницей, доставшейся от предков. Вот у вас осталась вот эта мельница. Почему вы сохраняете её? Ну, как бы рука не поднимается, там от дедушки осталось. Сколько будет стоять, сколько будет стоить. Сама разручиться тогда, посмотрим. Ну, это всё для вас память, да, предков? Ну, да. Вы здесь уже которое поколение живёте, в общем, ваша семья, вы лично? Это прадед построил вот этот дом. А когда переселение было, у него друг был, это, с Грузии. Тот жил здесь и всё сохранил, дом, всё, даже мебель сохранил, это старинная какая была. Нынешние хозяева дома бережно сохранили даже каменные жернова от мельницы. Все эти атрибуты старины несут в себе огромную ценность, говорит начальник отдела управления Карачаево-Черкесской республики по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Алий Байрамуков. Это одно из уникальных сооружений, находящихся на территории Курсука. Относится к одним из интереснейших деревянных сооружений, представляющих собой мельницу. Ну, мельница, если мы посмотрим, в интерьере тоже повторяет тип жилого здания того времени. То есть, вот мы сейчас находимся в проходе, так называемом тамбуре, коридорчике. И с обоих сторон есть две такие большие комнаты. Правда, здесь вот с левой стороны от меня дверь она маленькая, так как там в основном, значит, молодое зерно и делали муку, вот, чтобы меньше туда проходило, значит, по всей вероятности пыли. Вот, а с этой стороны, от меня с правой стороны помещение, наверное, она предназначалась, по всей вероятности, для хранения этой муки. Ну, очень интересное сооружение, оно, значит, сооружено из диковых деревьев сосны. Вот, вы видите толстые бревна. Вот, и между бревнами, вот здесь, есть такая обмазка. Глиной обмазывали для того, чтобы не проникали, значит, извне отдых и влага. Вот, на сегодняшний день, я думаю, все-таки стоит такая злободневная, скажем так, проблема по линии истории и культуры, что эти сооружения надо сохранять. То есть, все то, что сохранилось, их надо сохранить. Сначала, для начала их надо законсервировать. Вот, ну, я думаю, что все-таки их надо разобрать, собрать в одном месте, в таком уникальном месте и сделать историческое поселение. То есть, своего рода такой туристический центр, чтобы люди могли приходить и видеть культуру, того народа, который жил в те времена. Прибывшие по приглашению Карачаево-Черкесского госуниверситета специалисты из Чехии в составе 13 человек в течение двух недель в ауле Хурзук исследовали несколько старинных срубов. Проблема, конечно, с датировкой существует. У нас есть только предположение пока, что эти дома средневековье. В следующем году мы хотим сделать экзактный метод. Называется это дендрохронология. И потом мы сможем точно сказать, в каком веке или в каком десятилетии дерево, даже в году, в каком году, это дерево было срублено. Значение состоит в том, что в Европе такого типа деревянные постройки есть просто из целого дерева, из этого пня. А здесь мы, благодаря нашим коллегам из Карачаево-Черкесского госуниверситета, мы здесь нашли новую область, где такие дома находятся, и где их возможно изучать. Посредством сравнения этих разных областей из Европы мы можем дойти к заключению о методах строительства в Средневековье. Чем отличаются типы строительства от таких срубных зданий на Северном Кавказе, в частности в Карачаево-Черкесе, от таких же зданий по этому типу в Европе? Таким првним разділем, потому что у нас есть также их несколько домов из целых кменов, а датуются до конца 15. и 16. столетий. Первым отличием, по сравнению с построителями, которые известны в Чехии, то, что из целых кменов, они датуются 15. и 16. веками. Таким главным разділем является в росте хлины, которая крие в стреху. Так что на стрехе росте трава. Главным отличием является слой земли, который находится на крыше. Так что отличительной чертой является то, что на этих домах, на их крыше, растет трава. А у нас нет. А что в Европе, например, а это очень интересное, знаме только из Скандинавии? В Европе построители такого типа, чтобы земли был на крыше, известны только из Скандинавии. А это типичные домы викингов, например, на Исландии? Это типичные домы викингов на Исландии, в Скандинавии. Вот этот комплекс деревянных построек в ауле Хурзук свидетельствует о том, что здесь жили несколько поколений большой семьи. Видно, что к основной избе со временем пристраивались новые помещения. По мере досконального изучения многочисленных замеров и расчетов, анализов мест срезов деревянных бревен, типа кладки и других деталей построек, велико было изумление археологов выявить уже одну только приблизительную их датировку. Это нонсенс, но специалисты полагают, что всем этим постройкам от 300 до 500 лет. Как такое возможно, чтобы деревянные срубы сохранились на протяжении такого времени? Ответ на этот вопрос будет волновать ученых теперь на протяжении долгого времени. Здесь очень интересная и с научной точки зрения архитектура деревянная. Из-за своей опыта я могу сказать, что подобные построеки находятся в Румынии, где Роман был. Что касается разнородности, то это самые интересные постройки, которые мне удалось посетить. Не менее интересным чешские ученые сочли и вот этот объект. В одном дворе сохранились постройки, датировку которых можно отнести к трем разным векам – 20-му, 19-му и более раннему – 17-му. Это и есть, по мнению экспертов, настоящий музей под открытым небом. Благодаря чему такой приятный климат в этом доме? Ну, климат здесь сохраняется такой благоприятный летом, благодаря своему земле, которая на крыше. Когда делали крышу, сначала клали вот эти, можно сказать, доски, на самом деле это рассеченные наполовину эти бревна. На них клали слой соломы, потом слой таких веток из кустарника. И это все засыпалось где-то слоем полметровым, 40 или 70 так сантиметров земли. О том, что подобный способ кладки присущ средневековому типу построек, говорит и устройство вот этой двери. Видно вот это крепление двери без помощи металлических каких-то приспособлений. Просто все только деревянное. Так что предполагается, что вот этот кусок бревна, ему несколько сотен лет. Научное обоснование изученных объектов – дело скрупулезное, оно требует времени. Но, по словам иностранных специалистов, непременно эти наблюдения выльются в этнографические и исторические публикации. Я бы хотел сказать, что то, что мы делали, это материальная культура. То, что мы здесь делали, то, чем мы здесь занимались, это так называемая материальная культура. И для того, чтобы получить общие, комплексные понятия, мы сотрудничаем с коллегами из Карачаево-Черкесского университета. Так что к тем домам еще потребуются люди, которые здесь живут, чтобы их коллеги спросили, к чему служила та часть, чтобы получили информацию. Так что к этим домам еще нужно сделать опрос жителей, которые здесь раньше жили или у которых сейчас живут рядом, чтобы подробно описали, сказали, для чего, какая часть дома служила. И только тогда этот образ будет комплексным и, конечно, выйдет все публикации в этих построеках. Вместе эта публикация будет совместной вместе с коллегами из Карачаево-Черкесского университета. Я бы хотел еще подчеркнуть один момент, существует энциклопедия народной архитектуры, которая была создана в Кембридже. И там очень хорошо написаны разные страны народов Кавказа, но о Карачаевском там нет ничего. И поэтому мы надеемся, что вместе с коллегами из Карачаево-Черкесского университета опубликуем все те находки, которые мы здесь сделали, и это будет действительно уникальная статья или книга о карачаевской архитектуре и о быте карачаевцев. По итогам исследований старинных срубов в Урзуке, вполне вероятно, что жителям Карачаева-Черкесии в скором будущем можно будет гордиться не только историческим наследием в виде самых древних на территории России христианских храмов, но и самыми древними деревянными постройками, сохранившимися на территории Европы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова